Новое направление в овощном бизнесе. Овощная культура спаржа, по латыни аспарагус, является распространенным блюдом во многих странах Европы. В Европе нет страны, которая не выращивает спаржу. Например, в Германии, не учитывая импорт, ежегодный урожай составляет приблизительно 55 тысяч тонн, а выручка от продажи примерно 200 миллионов евро. Спаржа, королева овощей, является неотъемлемой частью пищевого рациона европейцев. На нашем рынке спаржа считается навизной, и отсутствие собственного производства делает ее очень рентабельной культурой. Проблемой в развитии данного бизнеса у нас является отсутствие качественной рассады спаржи отечественного производства. А импортная рассада стоит дорого, но зато на третий год уже дает урожай. Полноценный урожай спаржа, высаженный из семян, дает только на третий год. Но сначала нужно вырастить с рассаду, а на второй год пересаживать в открытый грунт. Сначала урожайность малая, от 500 килограммов до 1 тонны с гектара. Но с каждым годом урожайность растет. Спаржу рентабельно сажать на площади более 5 гектаров, и вот почему. Стручок спаржи растет до 10 сантиметров в день, и когда дорастает до 25 сантиметров, его нужно срезать, а это нужно делать каждый день. Стручки все разные и неоднородные. С гектара в день можно собрать примерно 50 килограммов спаржи. А чтобы собрать товарную партию, нужно иметь минимум 5 гектаров, с которых в день будете собирать 250 килограмм, а за 2 дня 500 килограмм. Тогда сможете предложить ваш товар какой-нибудь в сети. Но это еще не все. По стандартам, срок хранения спаржи всего 5 дней. А для того, чтобы довести ее до товарного вида, нужно охладить, помыть, обрезать до 22-23 сантиметра, отсортировать, упаковать в пучки по 330-350 грамм и поставить в холодильник. Поэтому на фасовке должны работать столько же людей, сколько и на сборе. Главное то, что все нужно делать очень быстро. С поля спаржу нужно сразу бросать в ледяную воду, чтобы она не становилась вялой. Каждый час задержки погружения ее в ледяную воду, это значит, что одним днем меньше будет храниться на полке магазина. Естественно, что продукцию нужно будет отвозить в сети супермаркетов и ресторанов рефрижератором. В России спаржа не культивируется, хотя в страну ежегодно завозится в весьма приличных количествах. А например, в Украину из Перу и Нидерландов ежегодно завозится не менее 1200 тонн спаржи. Для того, чтобы заложить один гектар спаржи, только на рассаду требуется 10 тысяч долларов. Можно вместо рассады посадить семена, но урожай в этом случае будет только на третий год. Кроме рассады требуется еще и обработка земли, посадка, ручной труд и все остальное. Спаржа – это первый овощ открытого грунта, пища царей, поэтому ее цена реализации соответствующая. Стоимость спаржи 10-20 раз превращает стоимости других овощей. После получения урожая за 2 года можно вернуть потраченные деньги. То есть, если посадили семена, период окупаемости 4 года. А если посадили рассаду, то урожай начнете получать уже на следующий год. В этом и плюс рассады. Желаю успехов в бизнесе. Всем пока и до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok